Впервые я оказалась во дворце независимости на своем третьем курсе. Это был новогодний бал и тогда он меня поразил своим величием. Позже я еще несколько раз сюда подала, это была и в том числе экскурсия и это уже мой четвертый раз. Могу так сказать, что каждый раз он меня трогает до слез, потому что вот это величие белорусской архитектуры, то, что это сделано руками наших белорусов, из белорусских материалов, это не может оставить равнодушного абсолютно никому. И я ездила в разные страны, видела много различной архитектуры, но могу сказать, что дворец независимости это лучшее, что я видела в моей жизни. Мои родители, они в первую очередь мои друзья и всю свою жизнь они были рядом, поддерживали меня. Буквально несколько лет в мою жизнь также пришел муж и стал достойным преемником их поддержки и теперь наша семья это мама, папа, муж. Наслаждаться этим в одиночку это не так круто, как все-таки разделить со своими близкими и родными. И очень хочется увидеть этот восторг лично, потому что ни одного человека не может оставить равнодушным. Именно сегодня получается уже 26 лет, как мы поженились, обвенчались и уже 26 лет и вот так получилось, что и в этот день мы попали сюда такой подарок. Для нас подарок на праздник. Мы подарком шокированы, потому что мы знали о том, что такое дворец независимости, наша дочь рассказывала, но что это настолько масштабно, настолько красиво, ну это действительно неизгладимое впечатление и то, что это сделали наши люди и спасибо нашим белорусам, нашему президенту и спасибо за это чудо, за этот подарок. Есть любимые места. Во-первых, это вот этот вот зал, потому что здесь, наверное, атмосфера величия в наибольшем воплощении и также мне нравится зал с фонтанами. Там настолько тепло, уютно, просто как дома. Очень красивая выставка картин галереи, очень прекрасно. Также красота вокруг до мелочей, такая красота, просто мрамор везде, прекрасная роспись и все очень мимоверно красиво. Я рад, что смог сюда приехать, побывать вот в этом месте, где проходят официальные встречи и даже частично ощутить вот этот вот дух. Огромное спасибо и президенту, и руководству страны за то, что это не просто здание для обсуждения важных вопросов, но также сюда может попасть абсолютно любой белорус, который проявляет себя с лучшей стороны, трудится на благо нашего государства.